Векторы развития образования и медицины обсудили в Шумерлинском районе. Школы, детские сады, ФАПы. Реконструкция коснется многих социальных объектов. В Шумерли работают семь школ и два центра дополнительного образования. В течение ближайших пяти лет они будут модернизированы. На эти цели направят около 500 миллионов рублей. Уже известно, на что конкретно они будут потрачены. Проекты прошли экспертизу. Одобрен комплексный ремонт детского сада номер 18, модернизация печеблоков пяти школ и центра образования «Точка роста» в гимназии номер 8. Посмотрели, какие классы открывать, какие лаборатории, что в перспективе планировать. Это то важное и главная задача – это создать для наших ребят в республике возможность развиваться, возможность получать качественное образование, иметь возможность также и кванториумов, биоквантумов, робототехники и так далее. Мы для себя опробировали и проговорили сегодня с директорами и с учителями, как мы это сделаем. В рамках модернизации первичного звена в регионе в течение пяти лет планируется строительство нескольких ФАПов, комплексный ремонт лечебных амбулаторий, обновиться автомобильный парк, будет закуплено новое медицинское оборудование. Что касается работы Шумерлинского межтерриториального медицинского центра, то главная задача здесь – укомплектование кадрами. Множество мероприятий, направленных сейчас на ликвидацию дефицит этого кадра, так называемая мера социальной поддержки, которая существует на сегодняшний день. С 2021 года количество этих мер возросло непосредственно уже. Далее, значит, проводимы и Министерством здравоохранения, и муниципалитетам, и те же самые ярмарки и вакансии. По привлечению молодых специалистов, которые должны будут прийти в нашу ТСССР, это увеличение целевого приема студентов, это и выплата студентам во время учебы непосредственно, стипендии дополнительные. Помимо этого, в район по расписанию будут периодически выезжать мультидисциплинарные бригады. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика. Игорь Зверев, Республика.